Ну а теперь о проблеме, которая очень волнует всех родителей и школьников. Речь идет о круглосуточных заведениях, торгующих алкоголем недалеко от образовательных учреждений. Подробнее в нашем сюжете. Этот пятачок около конечной остановки 50 маршрута обойти практически невозможно. Здесь сосредоточены многие торговые точки, объекты общепита, есть свой мини-рынок. Здесь бурлит жизнь, в том числе и учебная. Рядом располагается школа номер 39, 54, 45, гимназия номер 1. Правда, соседство для школьников порой не совсем удачное. Как, например, этот торговый павильон с говорящим названием. Заведение круглосуточное, работает 24 часа в сутки. Мы опасаемся за жизнь и здоровье наших детей, так как здесь наблюдается очень много лиц в нетрезвом состоянии. Я уже вынуждена ребенка провожать сама, потому что сейчас рано темнеет и светлеет достаточно поздно. Наши дети ходят мимо этого заведения. Вот лично у меня двое детей, они учатся в ближайших школах. И мне бы не хотелось, чтобы они сталкивались с таким примером. В Чебоксарах проводится патрулирование предприятий общественного питания, которые находятся вблизи образовательных учреждений. Формально регламент, определяющий минимальное расстояние от точки, торгующей спиртным, до учебного заведения не нарушен. Но это по сути. А на самом деле сотни школьников каждый день подвергаются непредсказуемым встречам с теми, кто ведет асоциальный образ жизни и не прочь с утра взбодриться с помощью алкоголя. Получается, что наши дети никем не защищены, кроме родителей, которые провожают их по дороге в школу. Данное кафе, оно несколько раз уже меняет свое название. Тем не менее, работает оно 24 часа в сутки. Нам бы хотелось, наверное, сделать так, чтобы все-таки таких учреждений было как можно меньше. Можно ли пересмотреть время работы подобных питейных заведений? Почему они работают круглосуточно? Можно ли запретить продажу алкогольной продукции учреждениям с малой площадью? Вопросы безопасности школьников остаются открытыми, и решить их можно. Но надо вносить изменения в действующее законодательство.